Веселов Пётр Михайлович Живой Каманин Иван Фёдорович, он был шофёром на войне, а старший дядя, он погиб в 41-м году. Впервые с начала пандемии «Бессмертный полк» пройдёт в очном режиме. Узнав об этом, многие жители города обращаются в Центральную детскую библиотеку, чтобы напечатать фото. Сделать это можно бесплатно до 4 мая. Сотрудник библиотеки Светлана Купреева помогает подготовить снимки к печати и сама планирует участвовать в шествии. У меня уже несколько лет готовы фотографии всех родственников, кто бы жили в военные годы, участвовали в Великой Отечественной войне. И мы ежегодно с семьёй принимаем участие в «Бессмертном полку». Для печати принимают как фотографии, так и изображения на электронных носителях. «Бессмертный полк» для меня – это прежде всего память. Память о наших предках, которые воевали, которые отстояли нашу страну. И я считаю, что каждая семья должна хранить эту память как самое святое. Пункты по изготовлению фотографий открыты также в администрациях внутригородских районов и в многофункциональных центрах. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Сергей Баскин. События. Михаил Ермоленко, Юлия Василька, 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 Юли